Имена победителей корпоративного фестиваля «Роснефть зажигают звезды» неоднократно звучали на сценах Москвы. Трамплин для высоких достижений – городской конкурс, организаторами которого являются нефтяники Нягани. Свои таланты в вокальном исполнении, танцах, игре на музыкальных инструментах, в живописи и фотографии демонстрируют сотрудники предприятия, их дети. Как прошел шестой творческий конкурс, расскажет наш корреспондент. Концерт у Нелли Волкова готовилась основательно, не пропустила ни одной репетиции. Юная флейтистка уверена, дебютное выступление на городской сцене Нягани станет трамплином для дальнейших творческих достижений. Я хочу занять первое место и поехать в Москву. Слесарь-ремонтник цеха восстановления экологии Ильдус Саитов – бессменный участник городского фестиваля. Самодеятельному артисту 56 из года в год он радует зрителя танцевальными номерами. Татарский, калмыцкий, теперь цыганочка. Даст Бог, значит, следующий год башкирский, потом марийский. Сольные, коллективные и семейные номера в пяти номинациях стали настоящим украшением конкурса. Нефтяники Нягани доказывают. Они умеют не только добывать черное золото. На одном из ведущих предприятий по добыче нефти и газа трудятся по-настоящему творческие люди. А фестиваль еще больше сплачивает и без того дружный коллектив. Где как ни на нашем фестивале показать именно, на что мы способны. Ведь это же здорово, когда не только работаем на серьезных объектах и в таких тяжелых условиях, но и можем читать стихи, петь песни. Выявляют таланты в Ирэн-Нягани в Тегазе уже шестой раз. Фестиваль творчества стал традиционным и популярным. В этот раз на городской сцене выступили 55 человек. Артистам и художникам, которые покорили сердца Няганского жюри, предстоит участвовать в дизайнальном туре, а победителям в финале конкурса и гала-концерте в Москве. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягань.